На карте портала Blackout примерно третья часть города напоминает огромное темное пятно. Черными кружками обозначены дома, где отключили свет. Большая часть фонтана и Таирова вновь осталась без электроэнергии на целый день. Здесь уже не первый раз только в текущем месяце, а в отдельных местах речь идет о текущей неделе, проводят плановые работы. К примеру, на Люздорской дороге в районе Левитана звуки генераторов создают рычащую уличную какафонию, которая сильно режет слух. Часть торговых объектов просто стоят закрытыми. Местная школа тоже без света. Занятия отменили. Школу отменили. У нас школа отменили. Для этого все света нет? Да, и воды. Да. Предупредили, что света не будет и сказали, что отпустят. А вот взрослые не разделяют веселого настроения школьников. Люди всерьез начали вспоминать веерные отключения света 90-х годов. У вас дома есть свет сейчас? Нет. А как часто отключают? Очень часто. Четвертый раз за этот месяц. Четвертый раз. А как объясняют, почему? Ремонт, кабель меняют, еще какой-то ремонт. Почему они летом не делают этого, непонятно. Со школы приходится забирать ребенка до обеда. Они не могут приготовить им обед. А так она обычно на продленке находится. Нужно уезжать с работы, придумать, куда ставить ребенка. Не работает лифт, плита не работает, она тоже электрическая. Наши пожилые соседи вообще не могут спуститься, потому что на улицу выйти в этот день, потому что 14 этажей у нас. Очень часто отключают. Под видом каких-то ремонтных работ. Ну сколько можно делать работы. Это ежень, ну неделю точно раза три. И надолго отключают? С утра и до позднего вечера. Могут отключить 12 часов ночи. Отключают прям с утра. Ну просто люди уже до такой степени возмущаются. По сути, веерные отключения вполне возможны, говорят эксперты. Просто они будут называться по-другому. Исходя из определенных политических моментов, нам будут говорить не о том, что это верное отключение, как было в 94-м, 5-м, 6-м еще даже это было. Это будут плановые отключения, связанные с тем, что ДТЭК проводит определенные капитальные ремонты, модернизирует свою систему. Ну на самом деле действительно эти работы проходят, вопросов нет. Но я думаю, что это будет просто под вывеской таких плановых отключений, будет верное отключение. Любопытно, что получить какую-либо информацию от, по сути, монополиста компании ДТЭК о наличии электроэнергии невозможно. Соответственно, невозможно оценить риски отключений света даже в самой краткосрочной перспективе. Мы можем обратиться, конечно, с информационным запросом в тот же ДТЭК. Но все наши информационные запросы, они идут как в никуда. Мы получаем один и тот же ответ, что, извините, ДТЭК это частная структура, и все, что вы спрашиваете, это коммерческая информация, это коммерческая тайна. Мы не можем реальную информацию получить ни об объеме производства электроэнергии, ни о объеме поставки электроэнергии, распределения и так далее. При этом специалисты утверждают, что электроэнергии для нужд населения в целом достаточно, несмотря на наличие определенных проблем в работе как атомных, так и тепловых электростанций. Украинские СМИ уже не первую неделю трубят о конфликте между одним из крупнейших украинских бизнесменов, владельцем компании ДТЭК Ренатом Ахметовым и офисом президента из-за того, что государство не спешит рассчитываться перед энергетическим гигантом по долгам за так называемую зеленую электроэнергию. Не исключено, что монополист на рынке решил создать искусственный кризис с одной стороны для дискредитации власти, а с другой, вполне вероятно, для подготовки и обоснования возможного повышения тарифа. Попытка может быть сформировать такой спекулятивный спрос на электроэнергию. Ну, кто у нас на сегодняшний день самый большой в частных руках игрок в сфере производства, распределения и поставки электроэнергии? Это, по сути, ДТЭК со своими сателлитами, областными энергопоставляющими компаниями. И, скорее всего, высшее руководство ДТЭКа, как киевское, как в том числе, например, и одесское, они эту истерию формируют, развивают для того, чтобы потом, через несколько месяцев, через полгода, предоставят нам информацию, вот видите, мол, почему были веерные отключения? Потому что не хватало электроэнергии, потому что тот тариф, который на сегодняшний день есть, он не рентабелен у нас. Стали люди заложниками конфликта между Ахметовым и Офисом Президента, или недальновидной политики государства в энергетической сфере, или же просчетов во внешнеторговых отношениях, сейчас уже не важно. Кто бы ни был виноват, власть обязана немедленно отреагировать на проблему, так как люди уже сейчас периодически живут в темноте и постоянно в страхе. В страхе вернуться в 90-е, ведь проводить долгие зимние вечера при свечах – сомнительная романтика. Константин Гречаны, Владимир Ивжич, Телеканал Репортер.